Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. У микрофона Андрей Макаров, а в эфире Минск чрезвычайный. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. С начала года на пожары и загорания столичные спасатели совершили более 2400 выездов. За это время на пожарах погибли 10 граждан. 35 человек, в том числе и один ребенок, пострадали. В ходе боевой работы были спасены эвакуированные из опасных зон работниками МЧС 855 человек. Далее о наиболее значимых происшествиях минувшей недели. Минск чрезвычайный. В понедельный днем жителям частного дома по улице Орджоникидзе пришлось изрядно попариться. Из-за перекала печи у хозяев загорелась баня. Обнаружив пожар, они тут же позвонили в службу спасения по номеру 101. Когда пожарные прибыли, на место вызова выяснилось, что загорелась деревянная обшивка парильного отделения на площади 3 квадратных метра. Пожарные оперативно справились с огнем и никто не пострадал. Предположительно, виновником происшествия стал 47-летний хозяин домовладения. Чтобы уберечь дом от пожара, при эксплуатации печей помните. Печь лучше топить 2-3 раза в день, не более полутора часов. Это позволит избежать ее перекала. В печи не должно быть трещины, щели, а дымоход должен иметь хорошую тягу и быть побелен известковым раствором. Делается это для того, чтобы на белом фоне можно было заметить появляющиеся со временем трещины. В отопительный сезон очищайте дымоход от сажа не менее 1 раза в 2 месяца. Чтобы случайно выпавшие горящие угли не привели к пожару, прибейте перед топкой на деревянном полу металлический лист размерами не менее 50 на 70 сантиметров. Не оставляйте открытыми топочные дверцы и топящуюся печь без присмотра. Это прямой путь к пожару. И ни в коем случае не используйте при растопке легковоспламеняющейся и горючей жидкости. Топку печи необходимо прекратить не менее чем за 2 часа до того, как вы пойдете спать. Вплоть до четверга серьезных по своим последствиям происшествий в городе не зафиксировано. Минск чрезвычайно. А вот в четверг утром 9-летняя девочка застряла пальцем в игрушечном экскаваторе. Спасатели с помощью слесарного инструмента и мыла освободили палец ребенка. Девочка не пострадала. Позже на проспекте Пушкина между гаражами оказалось зажато целое семейство бездомных собак. Заозащитники смогли вызволить практически все семейство хвостатых, кроме безнадежно застрявшего щенка. Своему счастливому вызволению пес обязан спасателям. Впрочем, как и щенок, застрявший в этот же день позже в отстойнике канализационной системы по 5-му путепроводному переулку. Минск чрезвычайный. Также в четверг спасатели пришли на помощь женщине-лифтеру, которая оказалась зажатой между кабиной лифта и стеной лифтовой шахты. Инцидент произошел в 10 часов вечера на улице Лещинского. 60-летняя женщина, находясь на кабине лифта на уровне третьего этажа, проводила его обслуживание. В какой-то момент она подскользнулась, в результате чего обеими ногами застряла между кабиной и стеной лифтовой шахты. Для оказания помощи на место ЧП были вызваны работники МЧС. С помощью гидравлического инструмента они деблокировали лифтера. С закрытым переломом нижней трети правой голени пострадавшая была госпитализирована в больнице. Вчера около 5 утра в пятиэтажке на улице Долгобродской горела квартира. В одной из жилых комнат загорелось имущество. Используя маску для спасаемого, работники МЧС спасли 66-летнюю хозяйку квартиры, находившуюся на балконе, и ее 45-летнего сына, найденного смежной с горящей комнатой. Оба пострадавших были доставлены в больницу с отравлением продуктами горения. Причина возникновения пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем при курении пострадавшим сыном хозяйки квартиры. Ежегодно по этой причине в Беларуси происходит почти тысяча пожаров. С начала этого года более 200 человек стали жертвами огня из-за броненной сигареты. Для привлечения внимания к проблеме пожаров и гибели людей из-за неосторожного обращения, при курении сегодня в республике стартует акция «Не прожигай свою жизнь». Помимо работников МЧС, в акции примут участие активисты Белорусской молодежно-общественной организации «Спасатели пожарных», а также представители других организаций. Продлится акция до 1 декабря. А у меня на сегодня все. До встречи через неделю. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.